Приветствую вас дорогие зрители! Сегодня мой рейтинг будет посвящен самым популярным играм десятилетия. Ведь этот период был насыщен ошеломляющим количеством уникальных и захватывающих проектов, которые запомнились нам на долгие годы. Я собрал для вас топ 10 игр, которые не только стали безусловными хитами, но и оказали огромное влияние на развитие игровой индустрии. И перед тем как мне начать, не забывайте, что под видео вы найдете ссылки на честные магазины игр, в которых игры продаются дешевле чем в стиме. Ну что же, давайте начнем захватывающее путешествие по лучшим играм десятилетия. Elder Ring Ролевой игровой проект в заботной стилистике Dark Souls, который отправляет нас навстречу невероятным приключениям и столкнет с множеством коварных оппонентов. Здесь присутствует линия сюжета, которая полна на неожиданные повороты и тайны, раскрыть которые будет не так-то просто. События отправляют нас на просторы, покрытые пеленой мрака вселенной, которая переживает последствия жуткого апокалипсиса. Исполни роль отважного героя, который отправляется в далекий путь на поиски ценного артефакта, способного спасти мир от полного разрушения. Впереди нас ожидают преграды и опасности, борьба с бездушными и могущественными монстрами, а также раскрытие тайн, которые сумеют привести тебя к цели. Позаботься о своей экипировке, чтобы она всегда содержала мощное оружие и атрибуты защиты. Изучай локации, чтобы раздобыть ценные ресурсы и открыть больше возможностей для достижения поставленных целей. Пройди все испытания и наконец спаси мир, дав его обитателям надежду на светлое и безопасное будущее. Главная героиня охотница за головами по имени Самус Арон, начавшая путешествие с пребывания на планете ЗДР. Там воительница сталкивается со смертоносными роботами, имеющими новую прошивку и ранее не встречавшиеся ей оружием. Боевая мощь противников заметно увеличилась, сравнивая с оппонентами, с которыми требовалось сражаться ранее. Главная героиня иногда значительно слабее группы врагов, но незаметное передвижение поможет пройти мимо и не вступить в сражение. Нападение со спины позволяет нанести больше урона, а если враг слаб, то моментально убить его или оглушить. В данной части игры геймер может собственноручно прицеливаться по врагам и атаковать в ближнем бою разными комбинациями. Ранее дальнобойное оружие прицеливалось автоматически. Самус может выполнять контратаку, оглушить врага, а после сбежать, чтобы тот потерял ее из виду. Для выполнения миссии центральный персонаж передвигается по подземным лабиринтам, где сталкивается не только с грозными роботами, но и ловушками. Исследуя мир ЗДР, героиня вооружилась надежной пушкой и по мере продвижения она получит второстепенное оружие и способность. Ghost of Tsushima. Приключенческий экшен с открытым миром и элементами РПГ. Действие игры происходит в реальном историческом периоде в 13 веке нашей эры в Японии. В этот период началось первое монгольское вторжение в Японию, в результате чего операция провалилась. Враги напали на один из островов Японии и герой должен победить врагов. Для этого вы должны найти военачальников монгольской орды и победить их одного за другим, что приведет к капитуляции войск на острове. Но перед этим вам необходимо выполнить ряд заданий, которые позволяют приблизиться к цели. При встрече с некоторыми противниками может начаться рукопашный бой с применением фирменной катаны, которая давно есть у самурая. Бои очень детализированы и основаны на трецезонных боевых искусствах в японских самураях, что делает процесс максимально приближенным к реальности. Они полны азарта и протекают довольно быстро из-за сильного урона такого оружия. Иногда вы можете изменить тактику и действовать скрытно, как ниндзя. Затем вы можете использовать различные отвлекающие факторы, такие как колокольчики, а также быстрое оружие ближнего и дальнего боя. Вы можете прятаться в траве или с другими укрытиями. Этот метод позволяет даже обходить различных охранников, чтобы спокойно выполнить задания, не привлекая лишнего внимания. Игра предлагает красочную, но реалистичную 3D графику с продвинутой анимацией персонажей. Control. Игровой проект, успешно соединивший в себе два жанра. Экшен и шутер. Здесь тебе предстоит стать неотъемлемой частью альтернативной вселенной, которую необходимо избавить от сторонников вражеской силы. Сюжетная линия отправит нас на планету Земля, которая подверглась злостной атаке со стороны инопланетных рас. Действия данного вторжения были самыми худшими и теперь планете грозит вымирание. Ты возьмешься за исполнение роли главной героини по имени Джесси Фейденс, которая полна отваги и имеет хорошие боевые способности. Она намерена встать на пути сопротивления и сделать все возможное, чтобы истребить обидчика. Боевые тебя ждут безумные сражения с полчищами оппонентов, которые так и норовят лишить тебя жизни. Будь внимательным и старайся развивать свои навыки, чтобы не оказаться в коварных лапах злостных монстров. Твой боевой арсенал может пополнить оружие любого вида, так как выбор тут обширный и ты всегда сможешь найти для себя что-то подходящее. Ты должен всегда быть готов к неожиданным поворотам, также уметь решить головоломки и разгадывать мрачные тайны. Red Dead Redemption 2. Игровой проект, который сумел успешно сочетать в себе несколько популярных жанров. Немного безумный экшен, увлекательный квест и динамичный шутер. Сюжетная линия с самого начала знакомит нас с небольшой группировкой людей, за плечами которых осталось масштабное ограбление. И теперь они вынуждены скрываться, постоянно перемещаясь из одного места в другое. Игра позволит тебе стать полноценной частью мира Дикого Запада. А это значит, что ты отправляешься в прошлое, а именно в 1899 год. Возьми под контроль одного из самых отважных участников группировки, стрелка Артура Моргана. Тебе предстоит пройти через массу испытаний, обеспечивая свою команду едой и защитой. Выжить в подобных условиях будет не так-то просто, поэтому тебе необходимо тщательно продумывать план дальнейших действий. Исследуй окружающий мир, находи полезные предметы, преодолевай испытания и обманывай местных жителей. Что касается действий, то здесь у тебя будет полная свобода выбора. Так, к примеру, ты можешь совершать благородные поступки, либо встать на сторону жестокости и бессердечья. Стоит помнить, что все твои действия будут иметь последствия. The Legends of Zelda предоставляет игроку полную свободу действий. Согласно предыстории, Линк пробуждается после векового сна, чтобы защитить родной мир Хайрул от новой напасти. В этот раз вселенную придется спасать от бедствия Ганона, зловещего монстра, угрожающему всему мирозданию. В начале кампании геймера ожидает краткий туториал по основным механикам, после чего он может заниматься чем заблагорассудиться. Исследование нелинейно и любопытный игрок будет вознагражден за свои поиски. В различных уголках обширных локаций можно найти ценное вооружение, броню или артефакты. Сиквел получил революционный физический движок, благодаря чему геймплей ощущается реалистичнее. Графика оформлена в мультипропозиционном стиле, напоминающему лоу-поле, дополнена яркой цветовой гаммой и броскими спецэффектами. Единственное, что осталось без изменений, качество звукового сопровождения. Как и всегда, путешествия и поединки сопровождаются самобытными атмосферными мелодиями, дополняющими сеттинг. Doom Eternal. Долгожданная игровая серия популярного проекта, который вновь отправит тебя на просторы опасного мира и столкнет с тысячами коварных противников. Теперь сложность повысилась, а это значит, что справиться с миссией будет не так уж и просто, как может показаться на первый взгляд. Игра стала еще более непредсказуемой, что требует от тебя еще большей внимательности на той или иной локации. Враги не дремлют и готовы в два счета тебя уничтожить, чего ты не должен им позволить. Сюжетная линия обладает секретами и мрачными тайнами. Ты вновь берешься за исполнение роли отважного и бесстрашного героя, родной планете которого грозит опасность уничтожения сторонниками зла. Новая часть приключения готова порадовать тебя многочисленными нововведениями и дополнениями, а также еще более реалистичной графикой, что позволит тебе стать полноценной частью этой игры. Удели особое внимание развитию главного героя, улучшая его навыки и боевые характеристики. Также не забывай об его арсенале, в котором всегда должно находиться самое мощное оружие. The Venture 3 это увлекательная игра, которая перенесет вас в мир ведьмаков. Здесь вас удивят новые возможности, улучшенные спецэффекты, острый сюжет и геймплей. Графика была заметно улучшена, добавив элементы реализма. Все это позволит игрокам максимально погрузиться в атмосферу игры. С каждым раундом сюжет меняется, ваши навыки улучшаются, добавляются новые виды оружия. Все происходящее зависит от ваших действий и идей, поэтому тщательнее продумайте каждый свой шаг. Обращайте внимание на детали и используйте благоприятные возможности. В игре вы найдете других игроков, которые будут активно взаимодействовать с вами. Сражаться или дружить. Различайте врагов и друзей, чтобы не попасть в ловушку. Мир прекрасен и огромен, полон прекрасных и опасных вещей. Помните о своих боеприпасах и уникальных способностях. Тщательно прорисована каждая деталь, увлекательный сюжет, высокое качество геймплея, звуковые эффекты и множество опций помогут вам полностью погрузиться в игру. Этот процесс подает вам острые ощущения и много незабываемых впечатлений. Dark Souls 2 это продолжение знаменитой игры в жанре темного фэнтези. Как и в первой части, поклонникам жанра RPG понравится гнетущая атмосфера и увлекательный сюжет. Начните незабываемые приключения в альтернативной средневековой Европе. Вы возьмете на себя роль невоспетых героев, превращенных в бессмертных существ. Чтобы снять древнее проклятие, герой пребывает в королевство Дранглик. Но вместо помощи путешественник находит новые проблемы. Связано ли это королевство с миром, в котором разворачиваются события предыдущей игры, остается только догадываться. Точная дата, когда это произошло, также остается загадкой. Ясно только одно, что королевством когда-то правил Виндрик, который способствовал сторожению великанов в поселение. Существа из другого мира разрушили процветающий город до основания. Главный герой должен сражаться с нежитью и защищать от смерти то, что осталось от населения. Исследуй огромный мир и получай ценную информацию. Также помимо однопользовательского режима будет доступен и многопользовательский. The Last of Us Remake. По новой версии игры игроку предстоит погрузиться в безумный мир, который сохранил свою атмосферу смерти и разрушения. Но при этом получил улучшенную графику, звуковые эффекты и геймплей. Одной из главных особенностей игры является ее сюжет. Игрок примет на себя роль Джоэла, выжившего в постаполитическом мире, где зараженные грибами люди стали мутантами и представляют угрозу для выживших. Он должен проникнуть в карантинную зону, расположенную в Бостоне, и доставить молодую девушку Элли в безопасное место. Но путь к спасению будет заполнен опасностями, и Джоэлу и Элли придется столкнуться с бандитами, зараженными и другими опасностями, чтобы добраться до своей цели. Геймплей игры является сочетанием сценариев насыщенных действий и эмоционально насыщенных персонажей. Игрокам предстоит сражаться с врагами, используя различное оружие от пистолетов до дробовиков и лука, а также использовать технику ближнего боя и скрытность, чтобы убивать зараженных и враждебных людей. Также игрок должен будет исследовать мир, собирать ресурсы, искать лекарства и обмениваться ресурсами с другими выжившими. Имеются также сцены диалогов, где персонажи обсуждают свои мысли и чувства, раскрывая свою личность и отношения. Вот мы и подошли к концу моего захватывающего рейтинга популярных игр десятилетия. Каждая из этих игр оставила свой неизгладимый след в истории гейминга и принесла множество незабываемых впечатлений геймерам по всему миру. Одни удивляли своим графическим и сюжетным великолепием, другие захватывали своим многопользовательскими режимами и непрерывным онлайн взаимодействием. Но в любом случае все эти игры объединяет одно – их невероятная популярность и влияние на игровую индустрию. Надеюсь, что данное видео помогло вам вспомнить о любимых проектах, а возможно открыть для себя нечто новое. Благодарю вас за просмотр и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова